Девушки отдыхают Кроме заболеваний, которые современная медицина способна диагностировать и вылечить, есть те, что до сих пор остаются загадкой Поставьте мне диагноз Человек с холодной кровью У Дейла неожиданно начали чернеть конечности Врачи никак не могли поставить диагноз Сперва потемнели пальцы ног, затем ступни и выше Только своевременные меры могли спасти не только конечности Дейла, но и саму его жизнь Годом ранее Незадолго до заболевания Дейл увлекся домашним пивоварением Я хотел заняться чем-то для души, чтобы отвлечься от работы Пивоварение скрасило мой досуг Муж не привык бездельничать, то работал, то варил пиво или играл с внуками Обычно он полон энергии По профессии Дейл был лаборантом, а рецепт домашнего пива стал его особой гордостью Еще лучше вчерашнего Попробуй, скажи свое мнение Мой муж очень веселый Не понравятся солги? Вечно шутит И правда вкусно? В душе он все еще ребенок Но в тот день промозгло-осенняя погода привела к необычным последствиям В чем дело? Малейшее движение предплечьем причиняло сильную боль Настолько острую, будто меня резали ножом Видимо старею Дейл отличался крепким здоровьем, и я за него ничуть не беспокоилась На следующий день Дейл пришел с работы, мучаясь от боли Я перезвоню Что стряслось? Я испытывал сильнейшую суставную боль в плечах, локтях, запястьях, коленях Замерз на работе, все тело ломит Руки свело, я не мог их поднять Опасаясь, что это не просто временное недомогание Кэролин отвела мужа к семейному врачу На работе холодно? Мы используем жидкий азот и гелий Ходим в куртках Похоже на остеоартрит Холод мог вызвать обострение Остеоартрит возникает, когда упругая хрящевая ткань Покрывающая края костей начинает изнашиваться Из-за чего кости болезненно трутся друг от друга Это наиболее вероятный диагноз, который можно было поставить человеку в возрастной группе Дейла Соответствующими симптомами Врач выписал обезболивающий, чтобы унять воспаление в суставах Спасибо Препараты дали временное облегчение Но с приходом холодов суставная боль вернулась и распространилась на все конечности Я промерзал насквозь А ноги до самых стоп И руки постоянно ломило Однажды утром Дейл хотел встать с кровати Муж не мог идти От боли у него подкашивались ноги Сильный спасом в стопах отдают в бедра Я понятия не имел, почему так сильно болят ноги Причин, кроме холодной погоды, не было Я терялся в догадках Кэролин решила немедленно обратиться к другому врачу Одевайся Я сказала тогда, что с нас довольно предположений и мнений одного специалиста недостаточно Пришла пора обратиться в неотложную помощь В больнице Дейлу сделали рентген и обратили внимание на старую травму спины Последствия автомобильной аварии Это было 20 лет назад У вас грыжа межпозвонкового диска Все это время болезнь не давала о себе знать, но теперь воспаление влияет на корешки нерва в стопах Если застарелая травма спины воздействует на нервы, это обычно проявляется в виде боли в ногах Грыжа диска возникает, когда повреждаются внешние волокна позвоночника И мягкий внутренний материал ядра надавливает на близлежащие нервы, провоцируя боль Нужна операция? Я бы рекомендовала инъекцию стероидов Первую сделаю прямо сейчас Ладно В ситуации Дейла введение кортикостероида в область повреждения диска могла бы уменьшить отек и облегчить боль в стопах Врач также порекомендовала простое средство – лед Положим лед на ноги Не поможет Слушай врача Пойду готовить обед Лед подействовал немедленно Дейл? Невыносимо Я думал, меня парализует от боли Кэрлин повезла Дейла обратно в больницу На этот раз ему провели полное обследование Дейл? Я доктор Блэр Мы обратились в больницу с надеждой, что врачи помогут вылечить Дейла Пришли результаты анализов И вынужден сообщить, что у вас лейкемия Точнее, хронический лимфолейкоз Хронический лимфолейкоз – медленная форма рака, поражающая определенные виды лейкоцитов Под названием лимфоциты, которые помогают телу справляться с инфекцией Вот почему ему так больно, что даже не встать Это странно, при такой форме лейкемии боль в ногах не возникает Хронический лимфолейкоз обычно не вызывает симптомов, которые присутствовали у Дейла Но в чем причина? На данный момент, боюсь, мы не знаем Мы не понимали, что происходит Онколог сказал, что симптомы мужа не связаны с лейкемией Дейл начал курс химиотерапии, чтобы остановить рак Несмотря на большие дозы морфина, необъяснимая боль лишь усиливалась В то время я принимал морфин постоянно Боль накатывала волнами и сбивала с ног Дейл невероятно страдал, практически стал калекой На него жалко было смотреть Я вновь обратился к врачу и сказал, что боль не проходит Но мне лишь увеличили дозу морфина Теперь даже по дому Дейл передвигался с помощью трости Он не мог полностью ступать на ногу Тише едешь, дальше будешь Мужу практически приходилось ходить на пятках маленькими шагами Дейл спускался по лестнице, опираясь на перила или на трость А я смотрела, чтобы он не упал Но Дейл не желал позволять болезни взять над ним верх Ты куда? На работу Я уходил каждый день, чтобы хоть на время забыть про боль Уверен? Там очень холодно, как бы ни стало хуже Что мне еще делать? Я работал, превозмогая мучения, чтобы оплачивать счета Дейл не мог уснуть по ночам И ему пришлось перебраться в отдельную комнату Жаль, что так вышло Лишь бы тебе стало лучше Доброй ночи Муж был вынужден поселиться в противоположной части дома, чтобы легче было добираться до ванной Ведь передвигался он с большим трудом Однажды ночью у Дейла возник новый странный симптом Под действием морфина я почти перестал спать Лишь иногда удавалось недолго задремать Бывало, я словно отключался на пару часов, но при этом на самом деле бодрствовал Или мне только так казалось И я бредил, видел галлюцинации, не отличал сон от реальности Дейл постоянно находился под действием морфина Как только возникал сильный приступ боли, муж тут же принимал наркотик И кажется, пристрастился к нему в определенной степени Однажды Дейлу привиделось, что он вышел из дома на мороз Снег еще не выпал, но было очень холодно Отчетливо помню, как я смотрел на звезды, на наш дом И пытался понять, как оказался на улице Морфин – это наркотик И очень сильное обезболивающее средство Его применяют, когда остальные уже не действуют У Дейла на тот момент предполагали воспаление суставов и кровеносных сосудов Артрейд или, например, невралгия обычно вызывают тяжелейшие боли Я проснулся и решил, что мне все это лишь привиделось КОНЕЦ ОТЕЛЬ 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 Продолжение следует...